Дорогие друзья, у меня в руках замечательный курс «Как изгнать своих врагов» по книге «Судей». У нас с вами здесь 21 глава, если вы помните, в книге «Судей». И занятий у нас здесь можно 7, можно 10, как угодно. Если большие уроки, то мы делим на два. Но первый урок обзорный. Всегда от общего, краткого, общего анализа мы переходим к частному. Поэтому первое занятие всегда общее. Как с самолета ты летишь и видишь всю ситуацию в городе, где больше зелени, где больше жилых домов, где исторический центр, например. Вот так и здесь. Я здесь по приглашению Библейского индуктивного индуктивного, у нас он есть в Сакраменто. И всех вас сердечно приглашаю, потому что три раза в год у нас проходят сессии. Что такое индуктивный? Ин – погружение в ин. А индуктивный – индукция внутрь. Итак, погружение вовнутрь. Библия комментирует Библию. То есть в первую очередь это что само слово Божие говорит. И потом уже мнение комментаторов и книг, и словарей и так далее. Итак, давайте перейдем к первому нашему занятию. У нас сегодня будет первое, второе из 17 по 21 главы. Обзор. Хотя книгу судей израилевых нельзя отнести к разряду самых популярных, тем не менее она на редкость актуальна для нашего времени. Эта книга повествует о том периоде в истории Израиля, когда еврейский народ отошел от Божьего слова и впал в «Состояние обреченности и отчаяния». Давайте дадим тему первому нашему занятию. Безразличие, непослушание и неверие Израиля. И мы могли бы сделать табличку из трёх колонок о заглаве, мы таким образом весь материал как-то организуем, понимаете, потому что книга-то большая. И хорошо, когда порядок есть и в текстах, и в названиях колонок. Первую колоночку, заголовок дадим, что нужно было делать и что делали евреи. Вторая колоночка, что случилось. А третья – результат. Результат и народа Божьего, и священства, и отдельных семей. И к чему вообще Израиль пришёл, избрав такой путь? Какой же путь избрал Израиль? Давайте, извините, давайте перейдём к первой главе. Первая глава у нас повествует по смерти Иисуса Навина. Мы знаем книгу Иисуса Навина, это книга побед. Ой, какие там победы! Стоит солнце над Гаваоном. То есть Господь, когда вёл израильский народ из Египта в Хананскую землю, Он ввёл для побед. И Он сказал, я сам буду там воевать с теми языческими народами, которых они должны были изгнать. Почему они должны были изгнать? Потому что эти народы поклонялись разным богам. И большей частью эти боги, эти астарты, ваалы, молохи, кому они приносили жертвы и так далее, это всё были боги, знаете, в общем, в основном плодородие. Поэтому это сопровождалось всякими оргиями, сексуальными в том числе, развратом. И поэтому даже не сами эти деревяшки были опасны, как то, что стояло за этим поклонением богам. Аморальность. Вы не задумывались, почему пали великие империи? Не потому что там оружия не хватило. Аморальность, она ведёт к разрушению гибели. И мы увидим это в жизни израильского народа. Когда Господь вывел Израиль из Египта и дал им эту землю, Иисус Навин разделил её, и каждое колено должно было взять эту землю, изгнав врагов, и должны были побеждать. Потому что Господь сказал, я буду с вами. Давайте к первой главе запишем в первую колоночку. Что нужно было делать? В книге Скотт, 23 глава. Изгнать врагов. Второзаконие, 7 глава. Изгнать врагов. Хананеи, Ферезеи, Ивусеи и так далее. Почему? Они будут вам сетью и плетью, если вы начнёте с ними и родниться, и с ними жить. Потому что, знаете, с кем поведёшься, от того наберёшься. И набрались они вот всего самого и плохого. Но что же случилось после смерти Иисуса Навина? Мы читаем во второй главе, 10 стих. Когда весь народ он и отошёл к отцам своим, восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Пришли другие, пришла молодёжь. Может быть, что-то и слышали о Боге. Конечно, старое поколение передавало. Но они не смогли передать всей жизнью эту ревность по Богу и любовь к Слову. Поэтому это частичное послушание. Это есть не послушание. Потому что это есть безразличие. Я знаю о Боге, но безразличие. Я так это служу, знаете, когда мне нравится и когда хочу. Ключевая фраза книги Судей. В то время не было царя у Израиля. И каждый делал то, что ему казалось справедливым. И мы видим, что вот это слово, что народ Божий, а именно Израиль делал злое, упоминается в книге Судей 14 раз. И здесь показан цикл греха. Народ делал злое. Тогда Господь посылал им, допускал в их жизни пленение. Вот те самые сети и плети в лице языческих народов. Народ страдал, потому что был ограблен, потому что был в порабощении. Потом они хватались за голову и говорили, Господи, помоги, плакали. И Господь давал судью. Судья правил. На то время, пока правил приносил победы, умирал судья, начиналось снова здорово. Опять народ делает злое, Бог допускает в жизни народа эти испытания, чтобы изменить их. Потому что Богу не территории были важны, а были важны их состояния. Чтобы они не отходили от Бога, чтобы они любили Бога, чтобы они служили Богу. В этом был залог успеха на этой земле. Для чего вас Бог послал в эту землю? Что вы лучше других народов? Нет. И нелюбимые. Бог любит все народы, всех людей на земле. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие, верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал эти народы, Божий народ, израильский народ в Хананскую землю, для того, чтобы они свидетельствовали всем окружающим народам о силе Божией. И тем самым познавали Господа. Но чем, что началось? Вот мы узнали причину. Восстал новый род, молодое поколение. Богу так это, знаете, безразличие. И мы читаем, что вместо изгнания врагов обратитесь к первой главе и, пожалуйста, запишите ее в первую колоночку. Что же они делали? Ну, а тут перечислено. Я очень кратко только скажу. 21 стих не изгнали в Иерусалиме врагов. Дальше мы видим, они не изгнали 28 стих Ананеев. Почему? А сделали их данниками. Ефрем не изгнал 29-й. 30-й Завулон не изгнал. 31-й, 32-й Асир среди хананеев не изгнал. Нефалим 33-й не изгнал. Сделали их данниками. Посмотрите, все в первую колоночку. Итак, что делали? А что нужно было делать? Нужно было изгнать врагов. Они их не изгнали, сделали данниками. Соблазнились. Ну, зачем мы будем выгонять? Они нам будут колодцы рыть, платить. И мы будем обогащаться. Как хорошо, бесплатные рабы. Чего же мы их выгоним? Вот тех, корень всех зол, сребролюбия. Вот тех, кого они не изгнали, вот те самые потом сделали их рабами и порабощали их. Не должно быть частичного послушания. Землю мы взяли, а их превратим. Но Господь сказал изгнать их. Это проблема, да? Что же мы видим, что случилось? И судьи 1 и 2 глава говорят о том, что Израиль начал служить этим языческим богам и воспылал гнев Божий. И поэтому, куда ни пойдут они, рука Господня, везде была им во зло. 2 глава, 15 стих. Как говорил им Господь, как клялся им Господь. И им было весьма тесно. С 3 главы мы видим судей. Мы еще посмотрим в 3 главу. Но можно и не смотреть. 1, 2, 3. Может быть, с 3 главы уже начинаются сами судьи. И первые из них были интересные. Был Гафаниил, о нем очень мало сказано. И второй судья очень мало, аот, который был левша и пошел, просто распорол живот яглону царю Моавицкому и победу принес. И третий судья, Самигар, тоже очень интересный. Взял там Воловий рожок, пошел и 600 человек филистимлен убил. Вот такие одиночки судьи. К мысли о том, что и один в поле воин. Лучше, если судья ведет народ. Это очень важно. И учит, и ведение дает, и видение. Но здесь показаны судьи, которые любили Бога, любили народ, делали, что могли. Я к мысли о том, что и мы должны как-то понимать свою личную ответственность за дело Божие. Делай, что можешь. Если часто мы хотим, ой, эти должны, вот это надо делать, а никто не идет. Делай, что можешь. Вот он пошел, Воловий рожок взял и сделал, что мог. И принес победу. Другой вот левша был. Пошел и сделал, что мог. И мы видим, что первый Гаваниил, он говорит, да я самый младший. Он, правда, это не говорит, но мы узнаем, что он младший брат Халефа. На востоке младший, это всегда так старший ценился. То есть мы видим, Бог нисходит к немощам. Бог берет слабое. Посмотрите, кто вы призванный. Немного сильных, благородных. Но Бог берет немощное. Ничего не значащее, чтобы упразднить сильное и значащее. И книга судей, она и предостерегает, но она нас и вдохновляет. Дальше с 4 по 16 главу, собственно говоря, с 3 по 16 главы уже разворачивается история этих судей. Мы узнаем их имена. Она, великая женщина Девора, многие знают это именно из Устья, это женщина, которая принесла победу израильскому народу. И в 5 главе она поет песнь «Сердце мое к вам, начальники Израилевы». И она перечисляет, чем они должны заниматься. И к кому она обращается? 9 стих «Начальники Израилевы, ревнителям в народе прославьте Бога, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах, ходящие по дороге, пойте Господу». Начальники Израилевы – это руководство, понимаете? А ревнители в народе – это кто? Духовное руководство. Чему она учит? Прославьте Бога. Прославьте – это не просто песенку спойте. Она учит, чем должен народ Божий заниматься. Славить Бога. Ключевая фраза в её песне. Славьте Бога. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах – это кто такие? Это всё, знаете, знать. Это верхушка такая, элита. А дальше тут перечисляются и те, которые ходят по дороге, простолюдины. Она обращается и к великим, и к знатным, и к руководителям. Она обращается и к простым людям, и в том числе к духовным людям, ревнителей в народе. Итак, прославьте Господа. Шестая глава, седьмая глава и восьмая посвящены у нас кому? Гидеону. А здесь мы, если у Деворы будем учиться ревности в служении, искренности, бесстрашию, она была очень мудрой женщиной, она принесла победу народу. Здесь мы удивляемся и в Араку, смиреннейшему человеку, мужчине, который мог сказать «без тебя не пойду». И не надо мне никакое-то, знаете, она говорит, ну, вся слава достанется женщине, а пусть, кто готов так это запросто отдать. Ну, родные мои, здесь великие имена, поэтому надо и в Арака здесь упомянуть, как мужа сильного, мудрого, смиреннейшего, который заботился не о своей позиции, положении и мнении других, а о том, что скажет Господь. Он любил народ и хотел принести победу народу. Следующее имя Гидеон – великий человек. Но какой он был, как он пугливый был. Мы читаем, что он там это выколачивал, пшеницу, скрывался, адмонитян, потому что мы, адмонитяне, всё грабили, как только наступал урожай, всё, грабёж начинался. И вот он скрывался, выколачивая пшеницу, он является ему ангелом и говорит ему, Господь с тобой, муж сильный. Гидеон, да какой я сильный, да и как с нами Господь, вот с нами такое случилось. И Господь выбирает этого неуверенного Гидеона. И кем делает? Служителем Божьим. В чём мы видим неуверенность Гидеона? Вы знаете, он всё время просил каких-то знамений. И это не должно быть для нас образцом-примером сегодня, понимаете? Потому что вера наша не на чудесах строится. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Погружаемся в Священное Писание. Это укрепляет в нас веру. Но мы знаем, почему Господь снисходит к немощам Гидеона. Почему? Ну, а потому что ему надо принести победу народу. А он неуверен, а он боится. И как он учится слушаться Бога. И в итоге мы видим, он приносит победу народу. И в конце концов, когда народ приходит, и Гидеона хотят избрать своим руководителем. И больше того, они говорят, и ты, и твой сын будут над нами, владеть нами. В 23 стихе 8 главы Гидеон говорит, ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь довладеет вами. Значит, мы видим вот эту искренность Гидеона. Он любил народ, любил Бога. Ну и другое, и немощи Гидеона. Но Бог доходит до его немощей. Он просил то, значит, шерсть сухая, земля мокрая, то земля мокрая, шерсть сухая и так далее. И Господь давал ему, утверждая его, укрепляя его в этом. Но, к сожалению, если Девора после победы славит Бога, Гидеон после победы, вот только что он сказал, Господь довладеет вами. Но в 24 стихе. Прошу у вас одного, говорит Гидеон, дайте мне каждый по Сергею с добычей своей. Они взяли у неприятелей много золотых серег и так далее. Это были измельтяне. И действительно он собрал много. А из этого он даже не для себя это собрал. А для чего? А сделал ефот. Такая вроде священническая одежда. Но ефот в это время, скиния стояла в селоме. Нельзя было, знаете, если каждый в огороде у себя, как Миха, сделал скинию, что это будет? Поэтому вот это, каждый делал, что ему казалось справедливым. Мы видим, Гидеон начал очищение. Господь его послал, иди в дом отца. И там разрушь жертвенник. Начинается твое духовное, знаете, освобождение, очищение самого себя, прежде чем идти к народу. И Гидеон не просто ему так было сделать. Он нашел людей, ночью пошел, и разрушил этот жертвенник. И вот эти горожане хотели убить, узнали, что это сделал Гидеон. И сделал он это в доме своего отца. Да, мы видим, этот человек был и послушный Богу, но и слабости были, видите. Вроде его только что идолопоклонством закончил. Вроде это ефот, вроде как оно Божье, священческая одежда. Но мы читаем в 28 стихе 8 главы. Так смирились мы, дентяне, перед сынами Израиля. Мы не стали поднимать головы свои. Покоилась земля 40 лет. Как замечательно при Гидоне. Но посмотрите, вот этот самый ефот Гидеон положил в своем городе, в Офре. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гидеона и всему дому. Вместо того, чтобы прославить Бога, он сделал такое в память, знаете, вот этот такой ефот. Вот в память о том, что была победа. И вот мы будем поклоняться. И что? Может быть, он сам и не поклонялся. Но кончилось то тем, что и для его семьи, и для народа это было сетью. Вот родные мои с Гидеоном. Ну, дальше мы видим Авимелеха. Но, к сожалению, такой вот, знаете, сам себя поставил. Захотел еще и царства, царем быть. И убил 70 сыновей Гидеона. И, кстати, он один из сыновей. Но это трагедия уже. Вот видите, как сказалось это все на его наследии. И таким образом, дальше у нас и Ифай, и великая тоже фигура Ифай, которая одерживает победу и приносит народу благословение. Но мы видим, обет дал, не подумав. Вот что выйдет из моих ворот. И если я одержу победу, так Господь тебя избрал и говорит, даст победу. Ну, вот если я одержу, тогда я, что выйдет из ворот, принесу в жертву. Выходит дочь. Ну, и здесь мнения разделились, что это за жертва была. И многие считают, что это, поскольку написано, что по прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу. Тридцать девятый стих, оплакивала девство она своими подругами в горах. И он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. То есть, что она не вышла замуж, а поскольку она была единственной дочерью, то обрывается рота Ифая. Это трагедия, конечно. В любом случае, о чем эта история? Мы видим Ифая и смелым, и мужественным. Он был, знаете, все-таки сын блудницы. Ему не просто так было возглавить. Это к тому, что не смотри на свое прошлое. Я был тот-то, тот, какой я могу служение. А вот и Ифай. Ему тоже его упрекали и даже выгнали. Но он смог показать, кто такой человек Божий. Поэтому прошлое не должно поражать нас. И другая мысль – не давай быстрых обетов, не торопись языком твоим. Потому что Слово Божие нигде не говорит, что надо было такой обет давать. Больше того, приносить в жертву у евреев не было принято. Что это такое принести в жертву? Это вот молох, это у язычников так было. А у детей Божьих, у верующего народа не было этого. Поэтому и такие обеты давать не стоило. Потому что я вот просто размышляю, а что тогда стоило сделать? Ну, подождать, пока выйдет что-то другое. Агнец, барашек, вол, то, что приносят в жертву. Но цепляться за это – вот то, что первое. Где написано, так в Слове Божьем? Вот так, родные мои. Значит, дальше самая трагическая фигура. Самая трагическая фигура, на мой счёт, за моё мнение, – это Самсон. И вот Самсон был избран, в отличие от всех других судей, от чрева матери. Что же он… это избрание было? Назарейство. Значит, и было чётко сказано родителям, они передали это сыну, каким должен быть Назарей. Он не должен был вкушать вина, он не должен был дотрагиваться мёртвого. Кстати говоря, всё это Самсон нарушил. Нарушил. Больше того, человек был слаб, слаб на женщин. И они его и погубили. Человек избранный к теме. Избрание. Как может быть? Твоя победа превратится в поражение. Тема всей книги судей, как изгнать своих врагов, должно быть полное послушание. Самсон, имея это предназначение, спасти народ от филистимлян, он как-то, знаете, какой-то такой кустарь-одиночка. У него он должен был вдохновить народ, вдать видение народу. Победа должна была быть общей такой, понимаете? А он всё делал сам. Тут пошёл, там, женщину увидел, полюбил её, она филистимлянка. Родители говорят, а что ты это такое делаешь? Что у тебя, своих нет женщин? Вот. Тут там свадьбу сыграл, со свадьбы сбежал, потом что-то такое делал, вернулся. Вот. Какие-то лисы, лиси хвосты собирал, поля жёг. Вороты хватал, на горы носил. Вот. Он делал как-то всё, знаете, не советуясь Богом, не спрашивая Бога. Силы много. Он это узнал, секрет этой силы. Он видел богословение, но он это не ценил. Многие из нас так вот не понимаем всей ценности, что мы имеем во Христе Иисусе, к сожалению. И иногда играемся со своей верой. Но смотрите, погубила, да, окончательно опять женщина. Это Самсон и Долида, у нас 16 глава, когда он полюбил эту женщину и раскрыл, в чём секрет силы. И чем кончилась история, что ему выкололи глаза. Это, знаете, уже духовно он был ослеп, поэтому и физически это как бы отражение его духовной слепоты. Потому что такую победу, вот настоящую, серьёзную, он народу не принёс. Да, там тысячу человек он ослиной челюстью убил. И когда он умирал, он тоже своей смертью погубил тех, кто праздновали в этой башне. Но он не смог вдохновить и объединить народ. Больше того, когда он этими лисими хвостами пожёг поля Филистимлен, они же пришли войной на Израиле и говорят, давайте, по-хорошему, сдайте нам Самсона, если вы не хотите, чтобы мы вас сейчас поубивали всех. И вот приходят они к Самсону и говорят, Самсон, сдавайся, давай мы тебя перевяжем и сдадим. Это что за судья, к которому приходит свой народ, вместо того, чтобы вдохновить и сказать им, как мы вместе должны принести победу народу, народ связывает своего судью и ведёт к филистимленам. Не трагедия, конечно, трагедия. И это избранный Божий человек. Конечно, знаете, Бог не сходит, я уже говорю, к немощам нашим. И Самсон, и Гедеон, несмотря на их слабости и так далее, они всё-таки вошли в героем веры. Мы читаем о их именах в 11 главе Евреям. Но как много больше они могли бы сделать, если бы они были послушны Богу? Как-то всего две молитвы Самсона. То жажда была у него, когда он челюстью тысяч человек убил. И вот он очень жажда большая. Тут он замолился, я умираю. А второй раз, это когда он уже сам решил, вот через то, что он потрясёт эти столбы, убить и себя, и всех этих филистимлен за оба моих глаза отомщу. Как-то у него не было, знаете, за Господа, за народ. Вот мстительность такая была. То там эти женщины, то там разгадали, она им рассказала эту загадку. Вот какое-то всё такое. Я и мои личные обидцы, обиды. Так ли должно быть у Божьего человека? Он смотрит вперёд, он смотрит на, что Господь ему сказал и чему, о чём предостерегает, о чём предупреждает. Господь его поставил во главе народа, чтобы принести победу народу, весь народ вдохновить на победы. А народ боялся, если он своего лидера связывает и ведёт к врагу. Ну так, родные мои, идём к заключению 17-й головы. В общем-то, начинается разворот всех событий. К чему ведёт это частичное непослушание? Частичное послушание, вернее, абсолютное непослушание. Потому что частичное – это такое, и нашим, и вашим. И так было в жизни израильского народа. Они как бы Богу, и они как бы, вы знаете, и всем языческим этим идолам поклонялись. Мы сейчас особенно это увидим в 17-й главе. Пожалуйста, откройте её. И сейчас мы запишем во вторую колоночку, что случилось. Вы записали, судей, 1-я глава и 2-я глава. Израиль служил языческим богам, воспалал гнев Божий. И мы видим, что они впали в зависимость от этих людей, их грабили и так далее. Вы всё выпишите из судей 1-й, 2-й главы, из второзакония 7-й и исход 23-й главы. И теперь у нас третья колоночка. Каков результат? Давайте посмотрим на состояние народа. В целом, на основе семьи, отдельного священника и отдельного колена. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей 1100 сиклей серебра, которые взяты у тебя, за которые ты мне изрекла проклятие, это серебро у меня, взял его. Мать его сказала, благословен сын мой у Господа. Возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его, ой, это зо серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан, литый кумир и так отдаённое тебе. Но он возвратил серебро своей матери. Мать его взяла 200 сиклей серебра, отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан, элитый кумир, который находился в доме Михи. Итак, Миха был из колена Ефремова. Вы знаете, левиты, они из колена какого? Левина должны были служить священники. Наперёд уже говорю об этом, потому что сейчас мы увидим проблему. Итак, давайте озаглавим 1-4, с 1 по 4 стих 17 главы. Миха и мама. Какие отношения? Украл у мамы чего-то, мама изрекает проклятие на этого воровавшего. Миха узнаёт, что мама прокляла, бежит с этими деньгами, возвращает ей. Мама, испугавшись, ой, давай буду благословлять сына, благословен. Но сынок говорит, я денег не возьму. Мама этих денег тоже боится, что они делают. Ну вот они что делают, литый истукан. И Миха берёт этот истукан и ставит у себя дома. Вот вам, Божий народ. Вот семья. Вот так живёт семья. Давайте следующий отрывок озаглавим 5-6 стих. Миха и сын. Что мы здесь видим? А у Михи был дом Божий, сделал он Ефот Терафим, посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. Вот что такое каждый делал, что казалось ему справедливым. Миха взял и сыночка, а это Ефремова колена, и делает из него священника в своём доме. Дом Божий стоит в селоме. А священники должны быть из колена Левина. А тут какая разница, кто служит? Вот сынок будет служить. Да, но Ефот Терафим и так далее, это всё потом мы увидим, вместе с язычеством, всё у Михи в доме. Да, такой дом Божий у него в огороде. Давайте третий отрывок. Озаглавим. Миха и прочитаю. Один юнош из Вифлеема Иудейского колена Иудина Левит тогда жил там. Этот человек пошёл из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогу, пришёл на гору Ефремову в дому Михи. Итак, озаглавим. Миха и Левит. 17 глава. Миха и мама, Миха и сын, Миха и Левит. И что же этот Левит? И сказал ему, Миха, откуда ты идёшь? А он сказал, а я Левит из Вифлеема Иудейского иду, пожить, где случится. И сказал ему, Миха, останься у меня, будь у меня отцом священником, я буду давать тебе по 10 стеклей серебра на год потребное одеяние пропитания. Левит, ты что, не знаешь, чем ты должен заниматься? Ты должен учить народ Божий, ты должен быть при храме, ты должен быть при скинии, тогда скиния была. Это почему же ты бродишь? Чего ты ищешь? Вот знаете, бродишь на такой же и набрёл. Куда он пришёл? В дом Михи, нечестивого Михи. А Миха его купил. Вот, пожалуйста, видите, одеяние, пропитание, я тебе ещё и денежек дам. Чего ты будешь болтаться? Ты уже у меня будешь священником. И Миха мы читаем в 13 стихе. Ой, теперь как он обрадовался. Он посвящает, это Миха, 12 стих, посвящает Левита. И этот юноша был у него священником, жил в доме у Михи. И сказал, Миха, теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что Левит у меня в доме священником. Где в Библии написано, если у тебя в доме священник, значит, ты уже... Это же язычество. А сегодня очень много такого суеверия в нашем народе. Мы думаем, если что-то такое, это значит, на мне уже не зайдёт особое. Но мы видим и Левита. Это вместо того, чтобы научить Миху, Миха, что у тебя там в огороде? Что это за дом-то тут водрузил? А он пошёл Миха туда служить. Ну так. Итак, мы видим состояние. Мы сделали заголовочек, что нужно было делать, что делали, что случилось и результат. Запишите, что делали. А что делали? Состояние домов. И воровство. И состояние делают языч, делают идолов. Состояние сами себе священников выбирают, кого хотят. А состояние священства бродят и не знают за лучшей жизнью. Понимаете? Вот такое состояние священства. Не Богу служить, а отдельному человеку. В 18 главе посмотрим состояние всего колена. Это к тому, как народ пришёл к тому, к чему пришёл. Что случилось с народом? Ведь книга заканчивается войной. Для этого я привёл вас. Господь говорит в Кананскую землю. Разве для этого? Чтобы вы были победителями. Чтобы вы побеждали всех, а не стали воевать друг с другом. Но прежде давайте посмотрим на сынок Дановых. 18 глава. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колена Данова искала себе удела. Ну, вообще-то землю уже разделил Иисус Навин. Вы тоже ходите, бродите? Левит ходит, бродит, чего-то ищет получше. И колено Данова, где бы поселиться? Потому что и дальше мы узнаём. Они пошли на самый север. Каким образом? Вот они выбирают пять человек. Эти пять человек должны были осмотреть землю. Ну, а никуда? Знаете, когда нечестивое дело, к нечестивому придёшь. Вот как у Левит. Набрёл на дом Михи. Тут эти пять человек из колена Данова набрели тоже на дом Михи. Там встречают они этого Левита. С ним общаются, разговаривают. В доме узнают про Ефод, Терафим и Стукан, Литый Кумир. Это всё было вместе. И Левит этот служил. И Ефоду, Терафиму и Стукану, и Литому Кумиру. И когда эти пять человек возвращают колено Данова, и там уже и рассказывают о земле Лусь, которую нужно взять, там беспечный народ, пойти его захватить. А заодно они говорят, слушайте, там это самое, в доме Михи, там это самое, и Стукан, Литый Кумир, Терафим, Ефод, вот это всё возьмите, а ещё и прихватите Левита. В каком состоянии всё колено? Посмотрите, они идут захватывать ту территорию, которую им вообще-то Господь не давал. И мы могли бы радоваться, думать, ну, знаете, побольше территории, наверное, хорошо. Но в итоге они в этом колено Дановом, что они поставили? Скини. И это, мы можем сказать, было хорошо, захватить этот город, перебить вот этот народ, который там жил беспечно. Больше того, они взяли с собой, они действительно пришли, всё это украли. А ещё священник, когда говорит, зачем вы это и Стукана, он защищает ещё этого, и Стукана, литого кумира, говорит, зачем вы его взяли. А они говорят священнику 19 стих, 18 главы. Молчи, положи руку твою на уста твои, иди с нами, будь у нас отцом священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или племени Израилевом? То есть, а что ты одному будешь служить? Так тут ты всем нам. Там была позиция у Михи какая. Интерес был материальный. Покушать, одеться и ещё и денежку. А здесь позиция уже власти. И 20 стих. Священник обрадовался, взял Евфод, Терафим и Стукан и пошёл с народом. Вчера у Михи он служил, сегодня он, получается, причастен к воровству и уже бежит вместе с народом, потому что здесь... А ему всё равно, знаете, когда есть интерес, кроме Бога, не Господь, а всё, что вокруг, материальное и так далее. Это позиция власти или материальная заинтересованность. Ну, а что? Нежели ничего хорошего. Потому что получается, что этот священник объединился с этим коленом и пошёл, и благословляет их на это убийство, это в этом городе Лаисе. В итоге они захватывают этот Лаис. И что же? 30 стих 18 главы. Поставили у себя сыны Данова и Стукан, назвали этот Лаис город Даном по имени отца своего, поставили и Стукан, и дальше сказано, имели у себя и Стукан, сделанный Михаил, во всё то время, когда дом Божий находился в Силоме. Вот состояние всего колена. Состояние семьи, состояние священства, состояние всего колена, к чему приводит. И к третьей колоночке результат. Какой результат 19 глава? А вот каков результат. И некто Левит жил на склоне горы Ефремовой, наложница была из Вифлеема, и наложницы там поссорились, пошла к себе в дом, а Левит решил её вернуть. Когда он её возвращает, решили в Гиве Вениаминовой у своего народа остановимся, переночевать. И старичок пригласил их к себе в дом. Но мы читаем 19 главе 22 стих. Когда они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери, говорили старику, хозяину дома, выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Грех гомосексуализма. Мы сегодня думаем, грех гомосексуализма, знаете, вот Европа, Америка, все геи. Да это, знаете, испокон веков. Этот грех ещё был изначально. Вспомните, садом Гамора, почему погибли. Вот почему нельзя было сообщаться с кем? С языческими народами поклоняться их богам, потому что к этому приведут эти боги. И мы видим, это колено Вениаминова, оно заразилось этим, и они пришли к дому старика и хотят изнасиловать этих мужчин, этого левита. И тогда, ну, посмотрите, хозяин готов свою дочь вывести, невинную, да, она была не замужем. И вот вам, пожалуйста, и левита жена, только не трогайте мужчин. Вот такое состояние. Здесь трагедия, конечно, мы видим, что они вывели эту наложницу, её изнасиловали, она пришла к дому, и мы читаем, пришла женщина, 19 глава, 26 стих, появление зари, упала у двери дома того человека, у которого был господин её, и лежала до света. Дверь-то была изнутри закрыта, они закрылись, она даже не могла, может быть, она осталась бы живой, если бы она в дверь вошла. А она, понимаете, осталась там, а он, закрывшись, спал. А он встал поутру, 27 стих, как же можно было спать спокойно, если с твоей женой там это делают. Отворил двери дома, вышел, чтобы идти, и наложница лежит у дверей дома, а он ей говорит, вставай, пойдём. Она была мертва. И так он расчленяет её на 12 частей, рассылает во все колена Израилевы, и все всполошились. Что происходит? Весь Израиль объединяется, идёт к этому левиту, спросите, он им рассказывает, какая ситуация. Тогда они обращаются к Олену Вениаминову. Узнав это дело, они говорят, давайте сдайте нам этих людей. Мы их умертвем, и всё, дело закончено. Но колено Вениаминову, как это? Они объединяются к Олену Вениаминову и само начинают войну против Израиля. То есть они защищают ещё эти позиции. Значит, всё колено развратилось этим грехом гомосексуализма и поддерживает это. А что мы такого сделали? А что тут? Понимаете, когда люди делают грех, ещё пьют его как воду, заканчивается книга истреблением, понимаете, почти всё колено погибло. Там осталось всего 600 человек. И тут они взялись за голову, как спасти это колено. Вот к чему может привести это частичное послушание, непослушание Богу. Вот к чему приводит безразличие к Богу, к самовольному священству. Каждый делает то, что ему нравится. Когда каждый выбирает себе какого-то слепого священника в руководство, понимаете, в начале Миха, потом колено Данова. И мы видим, мы видим, что такое бродит. То бродит левит, то бродит всё колено. Народ не знает. Потому что священство, да вы должны учить народ, как славить Бога и как служить Ему. И вот эта трагедия привела к тому, что если во времена Иисуса Навина один был как тысячу, то во время судей были все бессильны, сами себе мудрецы, и поэтому они стали и рабами. Послушание Богу. Вот что им нужно было делать. В этом был секрет успеха на этой земле. Поэтому зададим хорошие вопросы на применение, дорогие братья и сёстры. Вот это идолопоклонство, это разврат, это аморальность, это непослушание к Богу привело вот к этой трагедии. Поэтому каково моё послушание Богу? Ведь эта книга обращена к Божьему народу. Когда мы читаем об этих грехах, нам кажется, как это? Вот мы сейчас в индуктивном институте, нашим библейском, кстати, пользуясь случаем, приглашаю вас, три раза в году у нас проходит сессия, мы проходим Иакова, и вопросы такие, ну как может быть четвёртая глава Иакова обращена к Божьему народу, прелюбодеи, прелюбодеицы и так далее? Да неужели это про Божий народ? А как вы думали? Всё слово Божие обращено к Божьему народу, неверующим что? Для них авторитет Библии? Нет. К нам эта книга очень актуальна, всё слово Божие. Но раз уж мы сейчас говорим о книге судей, книга очень актуальна. Вместо победы ты стал поражённым, из победителя превратился в побеждённого. Разве для этого пришёл Христос? Мы имеем победу во Христе Иисусе. И если упал, праведник семь раз упадёт и встанет. Но нельзя мириться с грехом. И надо выйти из цикличности греха. Они же всё то делали злое, потом каялись, потом опять злое, каются, воздвигаются судьи и никак не могут выбраться, как говорят, заколдованный круг. Выбраться из этих грехов, в которых я привык к ним, грешу, каюсь, вроде как не согрешишь и не покаешься. Господь этого не желает. выбирайся, вставай, заряжайся Словом Божиим, укрепляйся, но ты победитель. Вопрос, каково моё послушание? Как я служу Богу, да? И где мои идолы? Их много. Эти идолы сегодня свои, на своём месте. Поэтому пусть Господь нас благословит, потому что выбор за нами, а последствия выбора от нас уже не зависят. И тот выбор, который я делаю, он для меня или благословением будет, или большим поражением. Если делаю в сторону Бога, а Бог желает, чтобы мы выбирали Божье, потому что это вечное, надёжное, верное, и тогда мы будем счастливы. Мы тогда будем счастливы. Больше, чем счастье, это блаженство. И Писание говорит, блаженными. Блаженство не зависит ни от каких обстоятельств. Пусть Господь благословит нас, эта книга будет нас и предостережением, и благословением, и ободрением, чтобы мы побеждали своих врагов. Богу слава, благодарность и хвала. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok